Дом Фурнес Ресторан и музей расположены на острове Сены под названием «Остров импрессионистов в Шату» к западу от Парижа. В 1857 году Альфонс Фурнес купил землю в Шату, чтобы открыть прокат лодок, ресторан и небольшой отель для туристов. Ресторан был любимым заведением Пьера Агюста Ренуара, который часто писал сцены в ресторане, включая завтрак лодочников, а также несколько портретов членов семьи Фурнес и ландшафтные полотна окрестностей. Среди постоянных посетителей ресторана были известные писатели, художники, импрессионисты, а позже – фависты, Гиде Мапассан, Сеслей, Моризо, Клод Моне, Морис де Вламинг, Андре де Рен, Анри Матис и другие. Закрытый в 1906 году дом Фурнес был восстановлен в 1990 году по инициативе городского совета Шату при поддержке американских частных фондов «Друзей французского искусства». Второе полотно Ренуара большого формата и по теме, и по атмосфере кажется продолжением «Бал в Мулень де ла Галет». Картина воспроизводит сцену непринужденного разговора, подкупающую сердечностью и доброжелательностью, передает состояние души его молодых участников, друзей художника. Изящные, живые позы, естественность жестов показывают, насколько мастерски умеет художник представить персонажа в привычной для него обстановке. Всеобщее оживление передается благодаря хорошо продуманной перспективе и специфическому расположению фигур. От круговой композиции на первом плане к постепенному слиянию с фоном, получающемуся в результате умелого использования цветочных сочетаний. Белая скатерть и мужские майки обозначают цветовые акценты всей картины. Это подтверждает предположение, что использование белого цвета было прямым следствием поездки в Алжир весной 1881 года. Композиция была навеяна полотном Веронезе «Брак в Кане Галилейской», которым Ренуар восхищался в Луи. «Брак в Кане Галилейской» Изящность и оживленность поз и естественность жестов свидетельствуют о мастерстве изображения в персонажей, привычной для них среде. И на этот раз Ренуару позировали его друзья, среди которых Банкир Эфруси, Гюстав Кайвот, Поль Лотт и натурщица Анжель. «Брак в Кане Галилейской» Для картины Эфруси выбрал террасу ресторана «Ла Фурнес в Шато» на берегу Сен. Парижане ездили туда на воскресные прогулки, что было удобно благодаря железной дороге, соединяющей это место с городом. На картине изображена молодая Алин Шаригу, ставшая впоследствии женой художника. «Брак в Кане Галилейской» 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 «Брак в Кане Галилейской»